Друзья, всем привет! В селах кричат петухи, здесь поют соловьи. 5 утра, выезжаем в Западную Украину. Сегодня у нас будет Ford, сегодня будет Ford Focus. Итак, почему люди выбирают Ford Focus? Я расскажу свое субъективное мнение. Я думаю, что это один из немногих автомобилей, который за свои в районе 6 тысяч долларов будет 10-го года более-менее свежий. Ну, конечно, если не брать в учет Renault Sander, он как европейская Таврия. Но Ford все-таки он больше звезд получил по безопасности, да и вообще. Более комфортный этот автомобиль в середине. И отделка материалов, там его нет шумоизоляции, но по сравнению с Сандера он все-таки немножко лучше. Хотя и Сандера немножко дешевле. Алло, доброго ранку. Я уже бачу с левого вокзала, справа торговельный центр Ювант, напевно. Я правильно приехал? Да, вы еще не там. Ну, классно. А что делать, когда будете? Ну, вот заработу десь за 20-25 килограмм. Для торгового центра Юванкина. Машину где поделиться, чтобы мы не ждали, дармась только часу? Наче б то догмовились, что на півдесятое приехать не на девять, на півдесятое приехал, у вас нема. Машина где стоит тут? Классно. И что? Вы вчера не могли сказать, что вы будете в 10 годин, чтобы я не летел. Я не люблю, когда люди спизняются. Тим паче я ехал за 500 километров, а вы... Ладно, это мы не про что спілкуемся, чекаю. Пройшло 40 минут. Вы где? Я вот уже буду на мості. Тут, а что, в панцини. Зараз за 5 хвилин буду на мості. Гаразд. Для пола меня тут. 10 хвилин здесь. Еще 10 хвилин? Алло? Ну, 5 тысяч хвилин. Для того, чтобы приехать к нему, я встал в 4 утра. Для того, чтобы быть вовремя. Я приехал в 9.30, как мы договаривались. Я просил его, давай в 9, чтобы было быстрее. Да нет, сильно рано. У меня еще там есть несколько забот. Вот в 9.30 самое оно. Я приезжаю в 9.30 за 500 километров от родного дома. Приезжаю вовремя. Мне пассажир говорит, так и я буду минут через 20 мне еще жены на работу завести. Мое возмущение, оно абсолютно обосновано. По итогу, этот товарищ опаздывает на 50 минут. Я мог бы спать еще целый час, получая свой мелатонин и серотонин от сна. Но, по итогу, мне пришлось встать рано и поехать к нему. А этот пиндос говорит, так а что тут такого? Ну, приеду я через 20 минут, ничего страшного, подождешь. Я задал питание, че есть на ней тут? Вы сказали, где на месте тепло? Можно на него подвидеть? Окей, понял, не мажь. Не мажь. Сто пятнадцать уже такие заюзанные руль. Сто пятнадцать тысяч и стоит новый генератор. Короче, кроме живого кузова, здесь особо ничего нет. Здесь точно не стоит. Честно, мне она не рекомендую, не искать, честно. Давай не будем дальше смотреть. Вышло из автомобиля наглое, быдловатое тело. Вопрос заключался в том, что у 115 тысячах, там даже приблизительно разговора не было. Мы сделали круг почета вокруг автомобиля и на этом осмотр был окончен. Двигателя у Ford Focus есть 1.4, который нифига не едет. И потом эта машина не продается на вторичном рынке, но якобы очень экономичный. Дальше 1.6 бензиновый. Ну, типа неплохой, но тоже со своими недостатками. 1.8, на который все жалуются. Плавающие обороты, рвущаяся коробка. Более удачный двухлитровый бензиновый. Есть еще 1.6 дизель. Это пижовский мотор, который Ford попросила для них разработать. И вот именно такой мотор мы и искали. Из слабых мест этого двигателя. Многие считают, что турбина у этого двигателя это просто расходник. Нифига. Там есть такой хитрый болт, в нем есть сеточка. Так вот эта сеточка, она забивается и масло в турбину на охлаждение. Туда проходит очень с большим трудом. И идет масляное голодание, соответственно, повышенный износ. Поэтому эти турбины, они долго не ходят. Только потому, что про этот болт особо не сильно люди знают. Вот. Но тем не менее, все равно чистите, не благодарите. И будет вам счастье. Сейчас попробую увеличить. Вот так вот происходит местная сделка по выкупу автомобиля. С 5100 доторговались уже до 4700, я только что к ним ходил. Ну, такой, ничего себе Сандерик, но чуть-чуть причуханный с правой стороны. Но парни смотрят, что сзади и слева ржавчины торгуются за ржавчинку. Белый, швейцарский автомобиль. Я бывал в Швейцарии, бывал не один раз. Автомобили там действительно хорошие. Они мало убитых, откровенно скажу. Есть хватает, но так, чтобы в хлам сопли, как в других странах, коэффициент намного ниже. По фотографиям машина тоже. Да, белого цвета, да, на белых колпаках. Но она хорошая. Метется. Красавчик. Давай, глупи мою дорогую машину. Глупи себе вон, да? Паркинг станете, чтобы не они на дороге, потому что здесь много ездить. Она растаможена. Наверняка на нее уже есть сертификат. Приезжает парень под эпицентр. Он меня узнал и сразу говорит. Вот здесь вот была история. Биба и Боба мне ее покрасили. И я смотрю, что там не покрасили, а просто залепили биомассой в виде пластилина. То, что потом именуется шпаклевкой. Даже не рихтовали. Вот приблизительно такой же звук. То есть везде звонки дым-дым-дым, а потом глухое. И там даже не простреливала шпаклевка. Я потом, не знаю, есть на камере или нет, я показал, что там металла не живет. И опять-таки ценник выше среднего 6,5 тысяч долларов. Плюс покрашена дверь. Да и такое, честно говоря, уставший этот автомобиль. Тоже спасибо. Тоже до свидания. Но здесь хотя бы честно сказал, что что-то крашено. А все равно вылезло. Следующий автомобиль возле Лугского драмтеатра. По фотографиям машин очень хороший, очень замечательный. Без недостатков. Приехали посмотреть. Бампер у нее разваленный. Крышка багажника заболевшая, назовем ее так. Кошки здесь ночевали на месте. Стекло прекрасное китайское. Типа мененое. Да, ДНД-9. Капотом, где металла засадят. А сколько воно вартует? Что вартует? Автомобиль сколько стоит? На стартин 6, но я за 5,7 тысяч долларов хочу. Тут что, тут его красить только. И выпрямлятор ставить. Но я не хочу этим заниматься, потому что лишних денег никуда. 5,7 тысяч долларов, это остальная цена? Ну, если проверить все, может, чтобы торговаться. Только вода. Не, ну, я уже не хочу за 5,7 тысяч долларов. Потому что тут очень много в нее вкладывать. Это меняется 2400 новая в колор. Это 400 гривен выпрямлятор. Окей, я даю 3000 гривен, дайте мне нормальную машину. Иде? Я додаю 3000 гривен, иде? Додаете? Ну, вы скажете, что это 2400. 2400, 400, 400, я даю вам за это тень. 400 гривен, и выпрямлятор, и покрасить, и пошпаклевать, и тут 100 с клипсом. То есть 200 долларов, и то все минимальное. Вы позиционируете цей автомобиль, как цена трохи выше средняя. За эту ціну, должно быть минимум недолеки. Если 5,7 тысяч долларов, это остальная цена, мы даже дальше разъедать. Потому что вы не заберете наши 2 года. Ну, окей, а ты так же, как 5-600, ну, там, 5500 перекупов приезжали, забирали. Ну, нехай забирают перекупы. Гораздо. Дякую за определенный час. Я реально не идиот, я понимаю, сколько стоит отремонтировать машину. В общем, не смотрели мы даже салон этой машины, постояли возле нее задом, поулыбались, поехали дальше. Тут как раз не тот случай, чтобы рассказывать, что мальчики скорострелы, но, тем не менее, быстренько посмотрели машину. Убирено, пошла, конечно. Убирено, пошла, 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 пошла. И песни у куриликов. Какой он? Запи. О, да. Такой казятник там. Та не отсюда, нет? Да нет, это... Та не отсюда приемнейше. Это последняя цена? Да. Нет. Просто что-то у вас, вонак, ну, тупо невменяемое. В смысле? Ну, в смысле... Я навіть туди... Я навіть ее взлетать не буду. Ну, в смысле, на пустыне... Можно что-то найти. Это всего лишь только количество попыток итераций. А как сильно у нее пробег крученый? У меня вот было 246, сняли на 185, где-то можно. Ну, 175, значит, 185. Ну, по кузову она вся в идеале, можете видеть. Кузов, да. Что я могу сказать об этом Ford? Лобовое стекло. Атермальное. Классное, хорошее, дорогое. Обогрев на все лобовое стекло. Мало конкурентов может себе такое позволить. Я имею в виду конкурентов автомобиля C-класса. Никто не ставит стекла с обогревом. Здесь же полный обогрев, здесь атермальные стекла. Комплектация хорошая, богатая. Детальный осмотр показал, что сопливит турбина. Турбина, вообще многие считают, что это у них расходники. Хотя, по факту, я немножко не согласен. Почему, расскажу немножко позже, что такое турбина на моторе 1.6. Ну, такая, неудрач, но и не классная. Не, ну классная, там у 17 всем классная. Сейчас актуально. Турбина уже, пускай. То есть, с интеркулера здесь, ну не пол ведра масла можно вылить, но пол интеркулера, так это точно. Судя по патрукам, что аж капли висят. Но не припотело, она уже висит. Поэтому, ремонт турбины здесь будет скорый. Ну, пыльник. Ладно, пыльник. Пыльник, то копейки. А вот сальник поменять, то что, фигачит. Даже не поддон, а сальник коленвала. Тоже в копеечку вылится. Плюс, самый большой, по пандос здесь будет поменять сальник либо задний коленвала, либо передние коробки. Там, где между блоком коробками сокли и мяса. Угу. Да, конечно. Посмотрите. Нет, вот это. Надюш, крайняя твоя цена, чтобы мы немного ориентировались. Как бы... 6 и не меньше, честно. И смотрели, то есть дальше ты не двигаешься. 6. Вам не треба платить ни пенсийного, не треба робить сертификат. Як бы это была машина на транзит, то вы же сами занимаетесь. Ними вы все понимаете. Это еще плюс 100 долларов сертификат. Немного подтекает. Коробка переуплотнить надо. Договоримся с парнем. Забрать эту машину. Он ее позиционировал 6700. Мы хотели выдать ему 5400 евро. Машина реально интересная. Машина реально хорошая. Да, у нее есть какие-то недостатки, но... Она лучше, чем все предыдущие. Парень берет паузу на 20 минут. Ну, мы, соответственно, тоже быстренько покушать. И сидим, ждем. Ну, для того, чтобы не ждать, мы поехали смотреть следующий автомобиль. Мало ли что, вдруг не надумается. 8 километров. Чего нам проехать? Едем в соседнюю деревню. Приезжаем. Офигенно здоровенное СТО. Причем с любыми видами малярных работ. Парни занимаются тем, что они восстанавливают автомобили, ремонтируют. Также у них там СТО по... Ну, большое, масштабное СТО. Доброго дня ваш. Классно. Я же вам телефоновал. А кто за раз, значит, накинемся на чужую машину. Следующий экземпляр также достоин внимания. Парни, работающие на СТО. Казалось бы, люди, которые априори и должны следить за своими автомобилями. Даже если они сапожники без сапог. Где-то что-то будет недоделано. Где-то что-то будет сделано. Заявлено. Внимание. Это малярка. Это парни, которые делают американские автомобили для продажи. То есть, они это видят каждый день. Заявлено, что подкрашено заднее крыло. И подкрашено переднее, левое, правое крыло. По факту, имеем. Вот тут сильно влуплено. А? Вот тут сильно влуплено. Украине ничего не красывается. Гляда точно красные. Они такие, в Европе брали, это властный кразик. Гляда и передняя задка. Так, крыло сказал. Гляда сказал. Стойка. Это крыло. Переднее, правое крыло. Заднее, левое також. Что же вы все такие термоядерные вонючки вешаете? Все машины такие. Там кто-то писался? Нет, вчера все маленький разлив. Маленький. Два прежнего, чуть меньше. Снизу что течет? Еще раз? Снизу что течет? Течет? Ну, я спрашиваю. Что тут? Фордай? Ничего не течет? Помпа там, сальник. Нет, он съемал меня все. Тут у меня мастерная миссия. Масло помияно только. Здесь 1,5 лет назад все поменяли. У-8 заливали масло. У-8 тут очень классно. Что, и жаба не давят? Такое масло заливали? У-8 тут заливали. СТО тут вон на территории есть. Уже мало кто про такое масло знает вообще. Какие-то залили нормальное масло боюсь, я не видела. Оно нормальное. У-8 тут так тоже работает? Детонация идет уже. Ни один форсом дизель не смотрели, так не работает. На вопрос, что снизу двигателя, говорит, я и не смотрел. Вот езжу на ней там полтора года или сколько. Не смотрел. То есть, минуточку. Парень работает на СТО. Он ремонтирует автомобили. За полтора года он никогда не заглядывал в нижнюю часть автомобиля. СТО. Вы чего? Классно. Ну, хоть подивайтесь тут что-то там. Угу. Где ты чай? Что, есть что-то? У вас есть мокрое. Свежое? Ну. Что, ты не видишь? А? Не видишь? Не, я не видю просто. Захи-то слева. Ну, видимо, что здесь есть. Что там такое? Не видимо? Да. Дай чёртку на саморезы. Вот это. Парадигма в том, что парни меня узнали. Они спросили, а будет ли видео на Ютубе. Парни, видео будет. Встречайте. Встречайте. В смысле, вы столько не ездите и не смотрели с ями? Все. О, я вообще не держусь. Не, давай на вороток мне. Вороток трещотка будет затягута. Серьёзно. Уфарбованная, она зависит от. Фарбованная, она сильно видна. Итак, главная интрига в видео. Что же мы всё таки купили? Какой Форд мы взяли? Форд мы взяли вот этот. вот этот ford то есть в душе это немец ну а по факту это швед польза в 50 с тем же мотором с пробегом до 200000 для тех кто не знает на вольво стоит один и тот же мотор который стоит на мазде который стоит на ситроене который стоит на peugeot который стоит на вольво есть некие отличие от интеркулера генератору по стартеру вот по навесному но в принципе это один и тот же мотор для тех кто думает что я парню навязал свою любовь вольво нет он изначально волю рассматривал просто по бюджету он не пролазил а здесь появился такой вариант что чуть-чуть занизили год и все получилось трюшки по рассыхались у него же сливок и скоро менять их придется уже потрескались и скоро не в трубку превратятся о где-то катался родители у нас сзади сзади все ровненько ой там уже счастье вижу но там пара тормозки а я пользуюсь до того что запах солярки да она ублала ты даже подрамник не ржавый я честно ряжду ну турбина здесь чуть-чуть потеет ну не течет то есть вот это вот все хрень если зайти отсюда это все от турбины вот сверху то что идет вот этот саленблок уставший уже он еще целый но он уже разлез и это сюда за счет надо вот так все висит ребят легкое отступление скажите для чего нужна вот эта штука по мнению многих водителей она нужна лишь только для того чтобы не кричала приборка о том что не пристегнут ремень безопасности а а Субтитры сделал DimaTorzok Вот эту штуку придумали еще в середине прошлого века Придумали ее те, кто придумал безопасность Когда очень сильно поднялась смертность на дороге Инженерам Volvo поставили задачу сделать автомобиль безопаснее И именно инженеры Volvo придумали трехточечный ремень Они не начали брать за это лицензию у других компаний Они отдали это вот так Берите, пользуйтесь Прошло 60 лет Вот эта штука спасла многим жизнь Ребята, не игнорируйте Пользуйтесь ремнями безопасности Потому как от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких Ну а с вами был Николай Тарануха Киев, компания 1Авто Всем удачи на дороге Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok